Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня продолжаем наше видео по улучшению качества жизни. И поговорим о том, как с помощью своего намерения производить исцеление. Сегодня, конечно, поздравляю всех с праздником, женщин, и желаю счастья и гармонии тем, кто смотрит мой канал. Но каждое духовное существо, будь оно в любом теле, в мужском или женском, оно может делать очень многое. И самое главное, что мы можем делать, это создавать гармонию, радость и счастье. То есть наше намерение, оно может исцелять все, что угодно. Даже если есть какие-то негативные эмоции, которые накопились у человека, их можно проработать. То есть делается это с помощью практики процессинга. То есть мы смотрим, откуда это пришло, каким образом это проявилось, и исцеляем это. То есть важным моментом является то, что все это накапливается в уме, в пространстве человека. И для того, чтобы это убрать, важно посмотреть, что это, какая цель этого, то, что это пришло. То есть может быть негативная эмоция хочет тоже чему-то научить вас, что-то показать. Таким образом происходит процесс трансформации. То есть обычно мы отделяемся от этого, отказываемся, отстраняемся. Но если отстраняться, то, соответственно, мы не сможем что-либо познать, получить от этого. То есть познание происходит, когда мы сближаемся с этим и начинаем понимать, что это, откуда это идет и для чего это нам нужно. Таким образом происходит процесс трансформации. То есть духовной, физической, умственной, вот, на всех уровнях. И когда это происходит, мы начинаем понимать, что есть те вещи, которые мы до этого еще не знали. То есть таким образом происходит процесс трансформации, процесс увеличения осознанности. И в каждом человеке есть огромный потенциал. То есть этот потенциал помогает человеку расшириться, то есть стать более осознанным. И когда человек становится более осознанным, соответственно, у него появляется больше понимания жизни. Поэтому процессинг – это практика, которая помогает человеку расширить свою осознанность и в большей степени понять как самого себя, так и других людей. Соответственно, когда человек занимается процессингом, то есть он двигается вглубь, внутрь себя и расширяет свой внутренний мир. и намерение это то что ну как бы та движущая сила которая есть в каждом из нас то есть прежде всего являя создается намерение то есть что-то сделать или чего-то не делать и вот вы можете в своей жизни найти такие примеры когда вы хотели чтобы что-то произошло создавали это намерение это происходило то есть вы создавали это сначала в своем внутренней вселенной мире а потом это реализовывалось в вашем слое физического мира и то есть вы это наблюдали чувствовали и давали себе подтверждение да это произошло соответственно как бы здорово здесь очень важно дать себе подтверждение в тот момент когда что-то происходит и сказать подтвердить что это действительно произошло с вами и таким образом происходит процесс трансформации да то есть вы не только как бы понимаете что это произошло он даете подтверждение для себя что да это случилось и теперь я полностью как бы уверен в том что это есть поэтому очень важным моментом является ваша осознанность то есть когда вы осознанны вы понимаете что вы хотите зачем вы это делаете и почему и таким образом получается что вы чувствуете куда двигаться и зачем соответственно процессинг он очищает человека то есть очищает от тех вещей которые мешают ему осознанно идти по своему пути и когда происходит очищение то у человека возникает больше энергии больше потенциала и он начинает двигаться туда куда необходимо вот таким образом каждый из нас это духовное существо которое может творить свой внутренний мир внешними и создавать те вещи которые нужно вот даже в любой день да мы можем создавать пространство любви и счастья то есть конечно в праздник она создается какой-то даже большей степени до хочется проявлять позитивные эмоции любовь дарить подарки цветы на самом деле это можно делать на постоянной основе то есть в любое время когда вам этого хочется вот то есть и поэтому внутренний потенциал можно открывать у каждого человека то есть мы двигаемся к расширению мы двигаемся гармонизации и то есть это гармонизация происходит каждое мгновение то есть каждое мгновение мы делаем что-то для того чтобы улучшить состояние как свое так и других людей и тогда происходит процесс духовной физической умственной трансформации то есть потому что движение вовне это как раз есть раскрытие нашего духовного потенциала и то есть ежедневная практика она помогает раскрыть это и помогает понять в большей степени себя свои цели то что вы хотите и чего не хотите делать и тогда идет процесс трансформации давайте посмотрим на примере как это работает сядьте в удобном для вас месте закройте глаза и создайте пространство для сессии ощутите себя свое тело в этом пространстве наполните его любовью посмотрите если в этом пространстве что-то что влияет на вас что хотелось бы как-то проработать улучшить что-то возможно влияет мешает вам соприкоснитесь с этим почувствуйте это откуда она приходит каковы каковы его цели и дальше не отстраняясь просто соединитесь с этим и посмотрите то есть пройдите случай там откуда оно пришло то есть это может быть самые разные случаи то есть может быть это случай недавний или в прошлом да просто соединитесь с этим пройдите это один два три раза пять сколько столько сколько необходимо и когда вы почувствуете, что это ушло, то есть наступило облегчение, можно с этим закончить, найти что-то, какой-то новый аспект, который на вас влияет. Также вторым вариантом это можно узнать цель этого аспекта, что он хочет для вас. То есть может быть он хочет научить вас справляться, стать сильнее, да, то есть это он сообщит, то есть вы соединяетесь, спрашивает чего ты хочешь для меня? Он говорит хочу, чтобы ты там почувствовал например чувство вины, да, представь, что почувствовал, вот, да, есть ли какая-то более высокая цель? Таким образом, да, более высокая цель научиться тебя справляться с ситуациями, в которых ты чувствуешь себя виноватым. Вот, окей, представь, что это произошло, что я научился чувствовать это. Вот и таким образом двигайтесь все дальше и дальше вверх по целям, пока не почувствуете состояние облегчения полного пустоты. Вот, когда не придете к пустоту, это и есть это состояние, к которому мы стремились, это состояние статики гармонии. Вот, на этом можно остановиться и завершить процесс. То есть, это то, что дает вам по сути исцеление, то есть постепенный процесс повышения по целям, то есть, вы, как бы, аспект уходит и перестает влиять на вас, потому что он хотел сообщить что-то. То есть, если вы не будете отстраняться, то, соответственно, вы сможете соприкоснуться с этим и исправите. Вот таким образом действует проработка в процессе. Вот, если вам это интересно, да, то можете написать мне в Вайбере любым удобным для вас способом и я проведу бесплатную консультацию. Вот, также все мои контакты указаны под этим видео. Можете добавляться в друзья в соцсетях, пишите ваши комментарии, вопросы под этим видео. То есть, какие темы вам интересны и так далее. Вот это была такая краткая сессия, небольшая презентация. А на основной сессии, да, то есть, мы делаем более глубокую проработку, то есть, находим те причины, которые влияют на вас и исцеляем. Вот, то есть, сессия длится обычно от получаса до двух часов, в зависимости от того, сколько необходимо, до конечного результата. То есть, когда получили конечное явление, то есть, состояние негативное ушло, то есть, вы получили облегчение, вот, то есть, конечное явление сессии. То есть, на этом мы заканчиваем. Таким образом, вот, происходит проработка и, соответственно, каждый человек может обратиться за исцелением. То есть, это можно делать онлайн, вот, вайбер, скайп, любым удобным для вас способом. Ватсап, телеграм, то есть, где можно созвониться. Вот, то есть, сначала мы делаем бесплатную консультацию, потом проводим сессию. Вот, также я провожу обучение тому, как проводить процессинг, то есть, можно научиться этому, вот, как для себя, так и для других людей, чтобы делать процессинг. Предоставляю курсы преодоления подъемов и спадов жизни. Вот, где можно тоже научиться тому, как справляться с подавлением. Курс достоинства целостности личности, чтобы научиться справляться с теми вещами, которые на вас влияют, то есть, стать целостным и осознанным духовным существом. И программа очищения, которая проходит в большей степени в бане, в сауне, то есть, вы пьете витамины, бегаете и таким образом очищаете свой организм. Также есть рекомендации по переходу на растительное, живое питание, то есть, где пища не подвергалась термической обработке. Это поможет вам очистить ваше тело и подготовиться к духовным, духовной проработке. Вот это, пожалуй, все. То есть, на сегодня, если видео вам понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья в соцсетях и пишите ваши комментарии, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, им тоже это будет интересно. Вот сейчас на экране появится еще парочка видео, вы можете тоже их посмотреть. Это о том, как изменить судьбу на самом деле. Это полностью реально с помощью процессинга. Видео, практика проведения процессинга счастья. Мой сайт, подписка на мой канал, так что заходите на сайт, смотрите дополнительные видео, читайте материалы. Буду рад вас видеть. Ну и, конечно же, пишите, звоните, обращайтесь за бесплатной консультацией. Вот, напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. И я вам желаю счастья, гармонии, радости и всего самого наилучшего. Вот, мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео, да, оно выйдет на моем канале завтра. Поэтому подписывайтесь и всего доброго, до скорой встречи.